Я вам покажу в своих видео, как этот капкан работает на деле. Приветствую, друзья! С вами сегодня снова Чигравый. Я продолжаю вас знакомить с методом постановки самолова типа кулёмки. Как выяснилось, многие охотники вообще не знают о существовании такого капкана. Многие охотники, увидев его впервые, смеются над ним. И не верят в него. А на самом деле это очень простой капкан. Эффективный и перспективный капкан. Я вам покажу в своих видео на деле, как этот капкан работает. Итак, первонаперво, как он взводится. Нам нужно рамку пропустить в боёк. Пружина у капкана очень мощная. Поэтому нужно обращаться очень аккуратно. При взводе сторожок должен находиться снаружи. Вот здесь. Одной рукой мы начинаем взводить пружину, другой закрепляем предохранительный крючок за довок. Всё. Довок у нас зафиксирован. Дальше. Дожимая довок, сокращая пружину, освобожаем сторожок и сцепляем его вместе с насторожкой. Сцепляем его за крючок насторожки. Насторожка здесь находится в собственном пазу, который не даёт ей спуститься в тот момент, когда зверь будет тянуть мясо. Дальше. Нам нужно установить этот самолов таким образом, чтобы мясо не касалось сбежка. Для этого я отмеряю длину цепочки и прикручу, как обычно я это и делаю, прикручу цепочку саморезом к сбежку. Мне что нужно? Мне нужно, чтобы после сработки капкан висел. Капкан висел на сбежке, как бы на чепе. Для откручивания самореза я использую такую маленькую отверточку, которая легко помещается в кармане, не занимает много места и практически ничего не весит. Всё, цепочка прикручена. Ещё раз проверяю. Достаточно. Дальше мне понадобится всего две проволоки. Да, чтобы безопаснее работать с капканом, не забывайте проверять, чтобы крючок всегда был на месте предохраняющий и на сторожку задвинуть максимально на сторожок. Мы потом её настроим в конце. Одной проволочкой я привязываю капкан за пружину к сучку. Здесь важно как можно плотнее его притянуть и сделать всего лишь один оборот. Много не нужно оборотов делать, для того, чтобы куница легко сорвала эту проволочку. Дальше мне нужно закрепить капкан в нижней части его за рамку. Также я накидываю проволоку, подтягиваю к стволу и делаю один оборот. Больше не нужно. Всё. Капкан установлен. Теперь можно уже насадить на него приманку и отрегулировать работу, чувствительность сработки на сторожке. Теперь я вам покажу, как этот капкан работает в деле. То есть зверь, поднимаясь по взбежку, видит приманку сквозь рамку. Ничто ему не мешается, перед глазами у него нет никаких усиков. Захватывает приманку зубами и начинает её стаскивать с насторожки. Капкан срабатывает и зверь повисает на цепочке. Сила удара пружины такая, что палка моя переломилась. Это о чём говорит, что в принципе зверь может быть убит переломом шейных позвонков или он будет задушен. Конструкция давка устроена таким образом, что максимально задавливает зверя. То есть вот этот полукруг он сделан не случайно. Сейчас покажу. Вот это полукруглое ослование осторожки, оно, конечно, ухудшает её крепление к плоским поверхностям, потому что она на нём качается. В то же время это сделано для того, чтобы максимально быстро усыпить зверя. У капканов КП, как я видел на других видео в интернете, бывает такое, что КП схватил, зверька, и зверёк в нём живёт, потому что у него рамки прямые, он попадает в уголок рамки, и там есть такое место свободное, где всё-таки шея у него остаётся не так сильно зажата, и зверёк живёт. Кулёмка не даёт таких шансов. Зверёк в ней засыпает буквально за 1-2 минуты. Это один из самых гуманных капканов. Сейчас я ещё раз очень быстро покажу установку этого капкана уже с приманкой, чтобы вы примерно увидели, за какое время этот капкан ставится. Всё, я взвёл, поставил на предохранительный крючок, дальше дожимаю к пружину и соединяю на сторожку со сторожком. Делаю побольше запас. Беру проволочку, сначала креплю пружину на один оборот, поплотнее подтягиваю. Далее креплю рамку к взбежку. Можно рамку немножко оттягивать вниз, тогда крепление будет ещё более плотное. Тоже делаю один оборот, максимум полтора. Сегодня я буду, в качестве приманки я буду использовать голову андатры. Куница, такой зверь, она очень любит головы зверей, других зверей. То есть, её привлекает именно мозг в голове. Всё, приманка насажена. Как вы помните, я пользуюсь перчатками, ну и вам тоже рекомендую, чтобы от вашей одежды не пахло. Оставшимся мясом я натираю с бежек. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы куница смелее шла к приманке. То есть, уже подойдя к самому сбежку, она может почувствовать, что её ждёт наверху. То есть, не забираясь наверх, мы уже ей даём понять, что наверху будет ещё вкуснее. Вот. Можно... Есть такое мнение, что куницы неохотно идут наверх. Они лучше берут, идут в капканы, которые установлены на земле. Для этого нужно делать на крох. Небольшие кусочки нужно положить под сбежком и на самом сбежке оставить небольшие кусочки мяса, которые как бы будут раззадоривать аппетит куницы и подходя к капкану она их будет есть. Конечно, минус в этой установке на наклонной жерде то, что это всё сожрут наверняка птицы. И сюда птицы зайдут. Поэтому приманка в виде головы зверя, зверя на наклонной жерде это одна из самых лучших приманок. Её птицы целиком не склюют, черепушка всё равно останется и куница её будет видеть и она будет её приманивать. Что ещё можно сделать? Да, вот как выглядит установленный капкан. Что ещё можно сделать? Чтобы птицы не портили приманку, можно вот сюда каким-то образом вот таким примотать веточки вот, которые будут мешать птичкам, которые захотят сесть на сам капкан. Но опять же им ничего не мешает сесть сюда и полакомиться этим мясом. Вот, поэтому при такой установке капкан нужно, конечно, проверять почаще, потому что придётся приманку менять. Что можно ещё здесь сделать? Можно здесь поставить веник сверху. веником укрыть всю приманку и тогда птицы, конечно, могут добраться, но для них это будет уже сложнее. Минусом у этого у постановки с веником то, что приманку куницы не будет видеть, так как вот в этом случае. поэтому я привяжу просто вот таким образом. Птицы я приматываю просто на проволочку. Вот. Осталось прикрепить визуальную приманку под вежек. В данном случае это крыло сойки. И нанести ароматизирующей приманки, которая будет привлять кайку куницу с дальнего расстояния. Да, не забываем снять крючок и не забываем отрегулировать на сторожку, поставив ее на максимальную чувствительность. Взвинуть как можно ближе к краю сторожка. Итак, сегодня я вам показал вариант установки этого интересного, необычного капкана самого типа куленки березовского завода Суас. Вариант установки на жерде. Смотрите другие мои видео, где я показал как этот же капкан можно поставить на вертикальную установку под вене. Можно поставить вертикальную установку в пятилитровую бутылку пластмассовую. В следующих видео я вам покажу результаты работы этого капкана при такой постановке. Как только в него попадет зверь, я обязательно сниму видео и покажу. Подписывайтесь на мой канал и вы увидите это видео. Я также постараюсь снять другие варианты постановки этого капкана, рассказать побольше о нем и познакомить вас с эффективностью этого капкана. Если вам было интересно, как всегда прошу откликнуться, напишите в комментариях ваши мысли относительно этого капкана. Возможно кто-то из вас знает этот капкан, пользуется им, у него уже сложилось какое-то мнение, плюсы-минусы о нем. Вы можете задать мне вопросы по этому капкану, пожелания, предложения, все что угодно напишите внизу. Если вы хотите, чтобы я продолжал снимать такие видео, вы также напишите внизу или просто мне поставьте палец вверху и я пойму, что вы тем самым намекаете мне снимай дальше, снимай дальше. С вами был Чегравый, до новых встреч, подписывайтесь на мой канал, рекомендуйте друзьям, до новых встреч, пока-пока. Кстати, дарю вам небольшой секрет, вот при такой постановке мясо будут клевать птички, которые будут сюда садиться на сбежек, сверху они не могут садиться, мешается сосна, а вот сюда будут садиться и жрать это мясо, и куницы останется мало. Что я делаю? Показываю секрет. Я сюда кладу две веточки, завожу их вот, либо проволочкой привязываю, либо завожу пружинку, вот, привязываю таким образом сюда две веточки сосновой. Все, птички уже на них не сядут, им вот эти колючки будут мешаться. Для куницы это не проблема, она эти веточки стряхивает и добирается к мясу. Мясо открыто, его видно с большого расстояния, то есть приманка презентуется у нас лучшим образом. В то же время она недоступна птицам, хотя они ее и видят. Вот такой небольшой секрет, как защитить приманку на наклонной жерди.